Давайте приедем до нашей разговоры Альнура Мусаева, генерал-майор, колышний глава комитета национальной безопасности Казахстана. Продолжим с ним разговаривать на нашу тему. Пане Альнуре, добрый день вам. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Сейчас мы, видите, подошли к теме в нашем эфире, которая касается ООН. Вы знаете, что вчера была утверждена резолюция, 141 голос, 2 голоса, 3 голоса не хватило, чтобы побить рекорд марта, когда подобная резолюция тоже была сделана Организацией Объединенных Наций. Но вот дело в чем, вы руководили комитетом национальной безопасности Казахстана. Казахстан вчера нейтральность проявил. Вот нам непонятно, почему нет объединения. Вот те страны, которые голосуют нейтрально, это что означает? Зачем они это делают? Все страны Центральной Азии проголосовали нейтрально вчера. Это свидетельствует о продолжающемся сидении на двух стульях. Этот период уже затянулся. Весь цивилизованный мир, в принципе, уже определился с тем, что происходит на Украине. И нашим странам... В Украине, извините, перебью. В Украине. В Украине. В Украине, извиняюсь. Значит, нашим странам давно пора определиться и действовать уже в рамках того международного цивилизационного тренда, который определился на сегодняшний день, на день, когда прошел ровно год вот этой агрессии России против Украины. Сегодня в Казахстане можно сказать, что народ в целом определился в такой большей мере и понимает всю эту агрессию и весь геноцид, который происходит в Украине. Поэтому вот это двойное сидение на двух стульях нашего руководства, прежде всего президента, конечно, в наших странах, как вы знаете, авторитарные режимы, оно в принципе исчерпало себя. Мы знаем, что даже такой, можно сказать, пропутинский европейский политик, президент Венгрии Урбан тоже поворачивается уже в сторону Украины. И запаздывание наших государств в определении внешней политики и именно главное в отношении войны в Украине, конечно, давно необходимо сделать. Я хотел бы еще один вопрос подчеркнуть здесь, о том, что вот вообще пропаганда и в таком, и в отрицательном смысле, и в положительном смысле, она должна действовать и в Казахстане, к примеру. Если телевидение России действует в Казахстане, нам бы, на мой взгляд, нам бы очень желательно было бы, чтобы в Казахстане действовало и украинское телевидение. Это очень важно, ведь не все люди заходят в интернет и смотрят YouTube там и прочие вещи и не видят всего ужаса, который происходит сегодня в Украине. Поэтому, ладно, телевидение сложно, но, на мой взгляд, блогеры, политологи, которые в Украине действуют, они должны хотя бы обратить большее внимание на постсоветские государства. Казахстан сегодня, так же, как и некоторые другие постсоветские страны, находится под угрозой возникновения, значит, вот такой угрозы нападения со стороны России. Вот примерно так я бы сказал по вопросу отношения и голосования в ООН и других действий нашего правительства по отношению к агрессии России в Украине. Господин Мусаем, вот вы сказали интересную вещь. На самом деле и Путин, и его друзья политические, они же на самом деле считают, что распад Советского Союза это одна из самых огромных ошибок чуть ли не цивилизации. Ну, в плане того, что если бы был Советский Союз, все жили бы дружно, благо, все было бы хорошо, никто бы не ссорился, и была бы Украина вот эта маленькая, там где-то, как сказал сегодня, огрызок, да, Медведев? Написал, да. Медведев написал, что Украина скоро будет, ну, это мы опять-таки цитируем, не наши слова. Если сказать про реакцию вообще постсоветских стран после 24 февраля. Вот, просыпаются люди в постсоветских странах и видят, что Россия начала масштабную войну на территории нашей страны. Первая реакция, как вы можете это описать? Это было удивление, это было понимание, это было уважение к Путину. Как это выглядело? Это выглядело как шок. Я понимаю, что в Украине это воспринималось вообще с огромным каким-то непониманием и ужасом, но в Казахстане, я вот сейчас живу в Австрии, во всех странах это воспринялся как огромнейший шок. Хотя, конечно, все понимали, что угроза нападения России на Украину была огромнейшей, но сам факт возникновения этого нападения воспринимался очень-очень неоднозначно, если мягко говорить. Поэтому мы в Казахстане понимаем, что нам точно так же, как и многим постсоветским странам грозит вот эта агрессия, которая с годами накапливалась, грозит очередным нападением на нашу страну. И я представляю так, после поражения России, после того, как войска будут разгромлены и выгнаны из Украины, и в случае, если в каком-то виде сохранится режим Путина, то угроза для Казахстана возникнет еще больше, уровень угрозы поднимется еще выше. Казахстан, казахи должны сегодня, мы, на мой взгляд, должны готовиться к этому. Конечно, я смотрю с позиции практического работника спецслужб. Готовиться к чему? Как бы многие думают, что я нагнетаю, но, на мой взгляд, это однозначно, в случае сохранения режима Путина после поражения Казахстану, Грузии, Азербайджану. Ну, на мой взгляд, прежде всего Казахстану грозит агрессия. Еще хотел спросить ваше мнение, вот вы сказали, там, Средняя Азия голосует вот таким образом в ООН, еще что-то происходит. Была Мюнхенская конференция безопасности, вы знаете. И одна из панелей, там была дискуссия проведена как раз по Нагорному Карабаху. И историческую фотографию сделали журналисты. Это вообще был исторический момент, потому что в одном зале, на расстоянии, вот как мы сейчас сидим, сейчас в студии, сидел премьер Армении Пашинян, сидел президент Азербайджана Алиев и сидел, по-моему, это был премьер Грузии, Гарибашвили. Вот они втроем сидели без всяких российских посредничеств и разговаривали, вели диалог. Это нонсенс просто, который, по сути, но это мое сейчас субъективное мнение, утирает очень сильно нос Путину. Главному, грубо говоря. Да, главному по этому региону, как он считает. Думаете, сейчас уже необратимые процессы пошли геополитические в этом регионе? Да, на мой взгляд, там, с учетом вот этого Карабахского кризиса, конечно, пошли. Но мне больше интересно события, которые происходят в Центральной Азии все-таки. Вы извините, я остановлюсь на этом. 28 февраля прибывает Блинкинг в нашу страну, как вы знаете, встретится там на всех уровнях, и в том числе с министрами иностранных дел всех республик Центральной Азии. Вот, знаете, раньше, когда я был на службе, в принципе, вот это противоборство США и России, оно всегда проявлялось и в наших странах. Я помню случай, когда с провокацией, что ли, России, Казахстан экспортировал МИГи, истребители, в Северную Корею. Это был чрезвычайно такой случай в нашей истории. И тогда было достаточно того, что Альберт Гор, вице-президент Америки, просто позвонил президенту Назарбаеву, и этого было достаточно, чтобы вот эту акцию прекратить на корню. И МИГи не были поставлены в Северную Корею. И вот эта Америка и Россия, конечно, они все время перетягивают Центральную Азию в свою сторону. Конечно, сегодня пошла тенденция постепенного дрейфа наших государств, и прежде всего Казахстана, в сторону цивилизованного мира. И мне кажется, если бы более настойчиво США, страны НАТО воздействовали на руководство нашей страны, то это бы тоже принесло определенный эффект для того, чтобы наши страны встали на светлую сторону, как говорится. Вот это я бы... По крайней мере, перестали быть нейтральными на голосованиях за важные резолюции ООН.